Доброго времени суток! Вы на канале Осознание, мы говорим про ПК Интернет, и в этом видео мы поговорим про Wi-Fi. На каналах, подобных моему, можно всегда найти информацию по поводу того, как взломать Wi-Fi, хотя мы обучаем именно аудиту безопасности Wi-Fi сетей. Но в принципе любой аудит безопасности — это попытка проникновения, незаконного проникновения, то бишь взлома. Но мало кто в таких видео говорит, как защититься от взлома Wi-Fi. И так как на моем канале висит стайк именно за обучение взлому Wi-Fi, хотя я показывал именно аудит безопасности Wi-Fi сетей, мы сегодня посвятим видео как раз-таки защите наших Wi-Fi роутеров и точек доступа от взлома. Давайте начнем с того, что вы сейчас зайдете на свой роутер и первым делом смените логин и пароль, даже если у вас он не стандартный админ-админ, а его устанавливал провайдер. Иногда провайдеры очень любят использовать стандартные логины и пароли для роутеров по всему району. К примеру, у МТСа это логин МГТС, пароль МТС ОАО. Вот такие вот приколы. И зная данную информацию, ваш Wi-Fi роутер может быть взломан извне. То есть не с применением каких-то специализированных программ для снятия хендшейков, проверки уязвимостей ВПС, а именно с помощью проверки логина и пароля. Далее проверьте наличие новой прошивки для вашего роутера, либо точки доступа. Многие производители находят уязвимости в своих прошивках уже после того, как выпущен продукт, и он продается. И поэтому они выпускают новые версии прошивки, которые закрывают данные дыры, они же бакдоры, с помощью которых такая программа, как роутер-сканер, может извне, то бишь из сети интернет, просканировать ваш роутер и получить доступ о логине и пароле, о ключе от Wi-Fi сети и о пин-коде для подключения по ВПС. Следующим пунктом я вам предлагаю сменить Wi-Fi пароль от вашего роутера, даже если вам его устанавливал провайдер. У многих роутеров, конечно же, сейчас таких как Zuxel и так далее, уже с самого начала установлен пароль сложный, состоящий из английских заглавных и строчных букв с цифрами в рандомном порядке. Лучше применять, конечно же, пароль на 12 символов, но можно обойтись и 8, но 8-символьный пароль взломать гораздо проще, чем 12-символьный. Также советую использовать спецзнаки. А для тех, у кого провайдер устанавливал пароль от Wi-Fi, я предлагаю его все-таки сменить аналогично. Многие провайдеры любят устанавливать один и тот же Wi-Fi пароль по умолчанию. К примеру, у МТС это Wi-Fi МТС, и у меня в Москве порядка на 10 роутеров стоит этот пароль в районе. Ну, сами подумайте, как о вас заботится ваш провайдер. Следующим пунктом я вам предлагаю полностью отключить WPS-подключение. Вряд ли вы им пользуетесь, ну а если вы все-таки хотите им пользоваться, настройте его так, чтобы оно работало по нажатию кнопки. Тогда уязвимости пин-кода, известного пин-кода под вашу модель роутера, не сможет сработать, так как вам все равно нужно будет активировать на роутере режим подключения кнопочкой. Ну, а если он у вас работает в автономном режиме, лучше его выключить, так как есть огромное количество уязвимостей WPS-а, да и пин-коды от многих роутеров, точнее моделей и подмоделей роутеров различных фирм известны и легко взламываются, без всякого перебора. Хотя можно и перебором, что гораздо дольше, но тут обычно включается защита на современных роутерах. Ну, хотя и она тоже обходится. Следующим пунктом, который бы хотелось обсудить, и многие его пренебрегают, это видимость вашего роутера, либо точки доступа в районе. Многие считают, что если мой роутер видно в соседней школе, то это очень хорошо и круто. На самом деле это очень плохо и очень мешает так вам, так и вашим соседям, так как он создает помехи и позволяет хакеру гораздо проще получить доступ к вашему роутеру, так как он его очень хорошо видит. Для того, чтобы это избежать, я вам предлагаю отключить стандарты подключения B и G и перейти полностью на N. Оно может звучать как N-Type N802-11N, но самое главное убрать B и G, так как эти стандарты видно очень на большом расстоянии, а стандарт N задухает примерно сигнал при таком стандарте примерно через 20 метров. Вполне хватает на квартиру. Если у вас в какой-то комнате не хватает вашего роутера, ну, либо прокиньте туда кабель от роутера, либо переместите роутер так, чтобы он находился посреди квартиры и вещал во все стороны одинаково. Это позволит вам получить более качественный интернет, так как будет меньше помех, и у вас не будет сильной нагрузки на сам роутер. Плюс стандарты B и G, они, танки, медленные. А что касается устройств старых моделей, которые не умеют работать с Wi-Fi стандарта 802-11N, к ним можно приобрести, ну, грубо говоря, свисток Wi-Fi адаптер, который поддерживает такой стандарт, так как помните, что ваш интернет работает на скорости самого медленного устройства, который к нему подключен. И если это состоит какой-нибудь ноутбук, который может работать только со стандартами B и G, то и весь интернет в квартире будет работать не на 54 мегабитах, это актуально для стандарта, точнее, частоты 2,4 ГГц, а на 10 мегабитах, так как он подключен к стандарту B и G, которые как раз-таки и работают на такой скорости. Советую вам это проделать, и вы уже заметите, что ваш интернет намного быстрее. А что касается скептиков, которые скажут, что это никак не спасет вас от хакеров, танки очень хорошо вас защитит от хакеров, так как хакеру нужно будет уже находиться возле вашей квартиры, а не в соседнем доме, чтобы взломать ваш роутер. Ну, конечно же, с применением специальных направленных антенн можно будет уловить сигнал вашего роутера, но все равно подключиться к нему будет намного сложнее даже с помощью такой антенны. Советую вам все-таки перейти на этот стандарт. Также советую перейти на частоту вещания 5 ГГц, так как сами понимаете, что тут интернет в Wi-Fi будет намного быстрее, а вот затухание у частоты 5 ГГц намного выше и тоже составляет где-то 20 метров. Вы получите более быстрый интернет, хакеру будет сложнее найти вашу Wi-Fi-сеть. Ну и плюс, сейчас все-таки на 5 ГГц частотах ситуация гораздо лучше. Их меньше, да, они есть в крупных городах уж, тем более, но гораздо больше 2,4 ГГц роутеров, которые создают друг другу помехи, а 5 ГГц находятся абсолютно в другом диапазоне на других каналах и они не мешают друг другу. Плюс хакеры не любят связываться с такими частотами. С ними сложнее работать и под них нужно абсолютно другое оборудование, а большинство любителей ватдрайвинга покупают себе какую-нибудь альфу, работающую на частоте 2,4 ГГц и радуются тому, что они ломают всех вокруг. Ну и следующая часть, это у нас пропускная способность. Не на всех роутерах либо точках доступа она есть в настройках, но если она есть, то тут интересная вещь. Чем меньше частота пропускной способности, тем ваш роутер видно дальше и помех в Wi-Fi диапазоне меньше. А чем она больше, тем больше устройств может работать спокойно на таком роутере, но Wi-Fi видно на более маленьком расстоянии и возникают иногда помехи у других роутеров. Тут выбирайте сами. Я обычно выбираю какую-нибудь золотую середину, либо все-таки ставлю максимальную частоту пропускания, если у меня все устройства в двухкомнатной квартире, в принципе, им это не мешает работать с друг другом, и помех я особых не вижу. Тут думайте сами. Ну и последнее, что можно сделать, и даже, я считаю, нужно сделать, это зайти в настройки роутера и поискать пункты, отвечающие за видимость вашего роутера извне, за возможность ответа на пинги извне, и на возможность подключения к роутеру извне. Ну а также включить, на всякий случай, брейнмаузер и защиту от DDoS. Многие роутеры это позволяют сделать и старые. А новые позволяют еще и запретить отвечать на пинги, вообще выдавать, что у нас здесь есть роутер, и возможность подключения из интернета. То есть никто с помощью роутер-скан, даже находясь внутри сети вашего провайдера, не сможет подключиться к вашему роутеру. Так он будет подключаться не со внутреннего IP-адреса, а с внешнего. И его роутер просто пошлет нафиг. Ну а если у вас какой-нибудь старенький Топлинк, либо Длинк, очень древний, то я вам тут советую даже не мучиться с поиском прошивки, а купить более новое устройство. Я лично работал с такими роутерами, как Zuxel, Microtec, Total Link, и считаю, что они довольно неплохие роутеры, и довольно неплохо работают. Ну и стоит не особо дорого, что касается Total Link. Zuxel и Microtec все-таки уже подороже. Ну, у них большой функционал в настройке. На этом я с вами попрощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Чем больше комментариев вы оставите, особенно на тему данного видео, тем оно выше, поднимется в поиске, и будет лучше ранжироваться. Также, если вы хотите поддержать канал финансово, в описании есть реквизиты. Всем пока. Ну и самое главное, не забудьте активировать колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok